Сегодняшний гость программы «Правда-24» по совершенно очевидным резонам не любит говорить про свою семью. Поэтому про семью мы с ним говорить не будем. Мы будем говорить исключительно о творческих планах Никиты Преснякова. Приветствую вас. Приветствую. Прошу. Никита, прежде чем про музыку, поговорим сперва про кино. Потому что в вашей фильмографии из восьми фильмов, которые здесь указаны, четыре, приходится на прошлый год. То есть четырнадцатый год стал самым для вас каким? Киношным. Четырнадцатый год, ну, на самом деле, стал для меня открывающим очень. Случилось много каких-то новых открытий, большие изменения. Но все в хорошую сторону. Так. Слава Богу. То есть вы не будете со страной. Со страной в разные стороны произошли изменения, а вас только в хорошие. Так, слушаю. Насыщенный год получился. Ну, что это вот за кино-то? Четыре фильма. Это же не режиссерские работы, это же актерские работы имеется в виду. Да, это актерские. «Охосы за призраком», «Копы из спиритопа», «Корпоратив». И «Дело ангела». «Дело ангела» пока еще находится в стадии постпродакшена. То есть там какие-то трудности с монтажом, насколько я знаю. Ну, вы-то свою работу уже сделали, да? Да, давно еще. Музыкант по кличке Моцарт. Моцарт. Я называю, кличка, вот, кстати, сразу за кличкой я цеплюсь, потому что клички обычно не у музыкантов бывают, а у животных, да. Да, у нас такая традиция. Ух ты. Сандра. Как? Сандра. Сандра. Ух ты, царапают чай. Сандра не царапает. Это мы приютских кошек пристраиваем зрителям нашим, поэтому поклонники или поклонницы Никиты Пресняковой сегодня могут обрести вот такую Сандру. Глаза грустные такие. Да, ну а кому-то будет весело вот так вот. Принесли куда-то, здесь много новых запахов, цвет, люди незнакомые, но красивые, по-моему, да? Такой же цвет рыжий должен быть вам как-то близок и понять. Ну, не совсем рыжий. Вот, кстати, были домашние животные или есть ли? Ну, до сих пор собачка порода Шиба-Ину. Это, если Хатико смотрели, это Акито-Ину, а не больше, а Шиба чуть-чуть меньше, японская. Откуда? Это подарок или? Это первая осознанная уже собака, купленная на свои заработанные. Купленная где и когда опять? Когда я учился в Штатах, то есть, ну, когда я только начал снимать первую квартиру, первый такой шаг, я решил увезти собачку. А вы же много, наверное, гастролируете, путешествуете, кто сидит с животным? Ну, в таких случаях я на дачу прошу знакомых, чтобы они немножко поухаживали. А на даче, наверное, какие-то другие животные там есть, нет? Как она у вас? Есть еще несколько. Ладит? Да, он очень дружелюбный, вот удивительно. И любит абсолютно всех людей, прохожих. Ну, то есть, мы с ним выросли, так, можно сказать, в Нью-Йорке. Он вырос. Я-то нет. И, ну, привык, что к нему подходят другие собаки, нюхают его, он только рад от этого. А вы привыкли, что к вам подходят поклонники, поклонницы, вас вообще оцифровывают, узнают, когда вы... Да пусть нет, кошка должна гулять сама по себе. Пусть она куда-нибудь идет. Ее поймают и нам принесут еще. Мы дадим ей второй шанс. Никита, вас узнают? Ну, даже не знаю, но отчасти как-то бывает, несмотря на какие места. Мне просто сказали, что вы приехали на такси. То есть, вы просто из каких соображений не на машине, а на такси передвигаетесь по Москве? Из-за пробок или почему? Ну, то есть, а как еще? Ну, можно за рулем. Ну, за рулем. Можно с водителем. Права у меня есть, я так могу сказать. Но меня как-то не тянет садиться за руль. Вы же в Америке учились. В Америке вы где? В каком-нибудь мегаполисе в большом или где? В Нью-Йорке. А? В Нью-Йорке. Я считаю, что в Нью-Йорке лучше без машины. Ну, там, да, в центре с машинами трудно, но если где-то немножко подальше от Нью-Йорка, то нормально. Какое любимое место у вас в Нью-Йорке? Сантр-парк, наверное. Ничего себе! Ночью! Не, ну не ночью. На СССР. Я паркуром уже занимаюсь, и там именно вся тусовка паркурская всегда тусуется. Есть место определенное, приходишь в любой день, и там всегда встретишь каких-то знакомых. И можешь хорошо повести. В Москве тоже сейчас есть оборудованные, по-моему. Места для паркурсов, нет? Есть. В парке Горького есть площадка. Был хороший зал, но его закрыли. Остались просто гимнастические залы. Ну, и такие по мелочевке. На улице самое лучшее подходящее. А в Москве какие у вас любимые места? Оазисы. Есть такие? Оазис? Да. Ну, помимо парка Горького, который прозвучал. Пара у караоке. Такие наши оазисы. Вы поете в караоке? Да. А какой репертуар, что вы поете? На английском? Куин, Николбек. Так, в основном, да, такой рок-репертуар. Линкен Парк. А у Куин что у вас любимое? Бохемин Рэпсид. Да? Ну, это такое ожидаемое. А вот вы сольники не слышали Роджера Тейлора, барабанщика Куин? Сольники нет, к сожалению. Очень вам посоветую. Мне кажется, что это вам понравится, судя по тому, что вы делаете в музыке. Мне кажется, что это может быть. Или у вас вообще устойчивы музыкальные привязанности? Или они меняются с возрастом? Нет, вот я с детства, как начал слушать рок, то если что-то пополняется, то это все равно разновидность рока. Ну, вот рок, он сейчас, прямо скажем, не самый востребованный жанр, а был когда-то, но еще задолго. Кстати, он сейчас возвращается. Мне тоже кажется, что возвращается, я к этому и веду. То есть у вас тоже ощущение, что возвращается, да? А как вы считаете, у нас в России может вернуться то, что называлось социальным роком? Ну, вот то, что было до вашего рождения, в 80-х, очень-очень популярно. Или нет? Или у нас в какой-то другой форме вернется рок? Именно рок в 80-х годах. Но если он вернется, то все равно в каком-то новом звучании, мне кажется. То есть, может быть, по форме, по настроению, атмосфере останется все в 80-х. Вот вы режиссер и музыкант, а вы клипы своего коллектива снимаете как режиссер? Я понял такую систему, что нельзя снимать самому себе какие-то работы. Извините, давайте мы еще раз попробуем. Может быть, не убежит. Давайте. Может быть, она поймет, что здесь ей надо быть. А то, что там на фоне все общаются, это нормально? Это нормально, да. Чуть-чуть отвлекает. Вас нервирует? Нет, нет. Нет? Мы же тоже у них на фоне общаемся. А здесь много, да? Да. Здесь целый канал. А у вас много в коллективе людей? У нас семь человек. Ага. Так. Семь человек на сцене. Все спрашивают, почему так много. Но это все из-за того, что я очень захотел, чтобы в группе, помимо основного рок-состава, то есть барабаны, гитара, бас-гитара, клавиши, чтобы присутствовала скрипка, электро-скрипка и электро-велончель, которые добавляют именно такой киношный, объемный, широкий звук. Скрипка добавляет объемный звук? Электро-скрипка и электро-велончель. То есть они вдвоем начинают играть, и все становится сразу каким-то сантреком. Ага. То есть чем-то грандиозным, эпичным. А вы больше режиссер или больше музыкант для себя? Или у вас прям вот это вот в равных пропорциях? Вы же учились на режиссера, да? Музыкантом мы просто родились по определению, я считаю, как бы в такой семье. А режиссером стали, да, по собственному решению и по образованию вы режиссер. По образованию, да. Но интерес к музыке у меня был всегда, я всегда с детства всем занимался. В школе были какие-то уроки, но потом я в один момент, после того, как, кстати, узнал Queen Bohemian Rhapsody, что это вообще такое за произведение, у меня появилась цель выучить ее на пианино от начала до конца. И дальше какие-то видео уроки с интернета, как что делать, как играть на гитаре, как играть на пианино. И так со временем, как самоучка, в принципе, все и научился. Там потом ударные. И, в принципе, с детства, как у меня был этот интерес к музыке, он никуда не ушел, а только... Ну, это было бы странно вообще, если бы он ушел в интерес к музыке. А в кино у вас есть, ну, условно говоря, ну, или ориентиры, или кумиры? Что в кино, вот если вам там надо топ-5 такой обозначить в кино, что это будет? Топ-5, ну, за последнее время, мои любимые режиссеры, это Кристофер Ноун, Интерселлар, Начало, Скорсези, Скорсези, вот особенно Остров проклятых, если вы смотрели. Да, да, шикарный совершенно. Там такой Ди Каприо просто фантастический. Я сам визуалист, ну, то есть я визуально все люблю, если понимать, и, ну, в киноакадемии тоже, помимо режиссуры... Какой киноакадемия, вы поясните, я знаю, да, но просто, да, для зрителей. Помимо режиссуры мы изучали и операторство, то есть операторскую деятельность, графику, монтаж, и мне вот, в первую очередь, я вижу всегда все монтажно. То есть уже, как это будет примерно смонтировано, из-за этого я уже потом расписываю все, как снимать. И из таких вот именно визуальных режиссеров Зак Снайдер, вот, который снял «300 спартанцев», «Хранители», знаете, вот именно визуально он гений, который видит картинку, видит не свое. Три, еще два имени. Тарантино, само собой. Почему, само собой? Ну, Тарантино, это Тарантино. Его стилистика... И с чем нельзя ее сравнить. А какого-то, дайте отечественного, какого-нибудь, для разнообразия, вот, кого-нибудь из режиссеров вы назовете? Или у нас нету режиссера в «Системе координат» Никиты Преснякова? В общем, Михалков, достаточно большой. Михалков Никита Сергеевич, да? Кстати, вы знаете, что его в семье называли точно так же, как и вас. Вас же Никитоном, да? Никитон, Никитоз. Никит, да, вот все вот интервью, которые я слышал, ну, вашего родителя, он вас называл именно так же, как родственники называли Михалкова Никита Сергеевича. Чем вы гордитесь того, что вы сделали музыку? Если бы надо было рассказать о вас, как о музыканте, и надо было показать ровно один номер, что бы это было? Ну, мы бы, наверное, сыграли группой одну из последних своих работ, которая будет открытием именно концерта. То есть мы сделали... У вас концерт будет в феврале в Москве, да, по-моему? В Москве будет, да, 15 февраля, бедва, скорее всего, либо в 16-м. Это произведение мы сделали, которое из симфонического вступления, очень киношного, супергероического такого, там уходит в не-метал. Ну, мне кажется, это интересно. Ну, и, конечно, шоу, которое мы будем делать. Вы, когда играете или придумываете музыку, или придумываете клипы, вы придумываете это как бы... Вот есть два подхода, да, что человек понимает, какая у него таргет-группа, кому он хочет там понравиться. Ну, я не знаю, там, ну, понятно, кому Бибер хочет понравиться, там, или кому там, не знаю, Фредди Меркури, ваш любимый, хочет понравиться. Или вы не держите аудиторию потенциальную на голове, а просто вот из вас прет то, что из вас прет? Ну, в основном, да, так оно и есть. То есть мы действительно от души как чувствуем, так и делаем. Нам многие говорят, что надо соблюдать какие-то форматы. Ну, да, 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 конечно. Но это очень сильно ограничивает именно в креативном процессе, когда мы все собираемся, то сложнее становится что-то придумывать, что-то сочинять, решать какие-то формы, композиции и так далее. Ну, все равно мы надеемся примерно на аудиторию с 12 до 30 в легкую. А вы выступали вне России, по-моему, да? И у вас не было опыта выступления? У нас было парочка. А аудитория насколько отличается? Или там была тоже русскоязычная аудитория, там, где вы выступали? Там была русскоязычная. Ага. Все равно она зарубежная аудитория. Чем-то отличается или нет? Более открытые. Не знаю, сразу все начали слэмиться, прыгать там на руках друг друга, вот это подкидывать все штуки. Ну, забавно было. И мы кайфанули, прямо получили всю эту энергетику, прямо и с каждой песней все круче-круче чувствовали этот драйв. И все музыканты потом были в восторге, все вышли, прямо прыгали. Какое-то чувство было приятное. Знаете, в одном из, даже не в одном, в нескольких интервью ваш папа говорил, что такое промелькнуло у него, как бы это сформулировать, ну вот ощущение, что всю вашу семейство, весь ваш клан, как бы, ну условно говоря, может быть преследует, не очень точное слово, но может быть, ну что есть оборотная, да, вот сторона вот этой славы, принадлежности. Вот, кстати, вот к такому клану, вы это ощущаете, то есть у вас есть какой-то прессинг, ну то, что там вас могут оценить негативно, именно потому что там вы пресняков, не потому что вы что-то сделали, а потому что вы там принадлежите к славному такому вот клану, а там, где есть фанатская любовь, там всегда, ну правильно ведь это относится ко всем, есть какой-то негатив, этот негатив чувствуете? Чувствовали раньше, нет? Когда-то, может быть, да, сейчас я просто научился, как бы, ставить блоки. То есть вы научились это делать? Ну, это единственный способ, что еще ставится делать. То есть вы себе выработали такое, какие-то антитела вот к этому яду, который присутствует в благосфере, просто по определению изначально. Ну, на самом деле, когда человек желает какого-то зла, он неосознанно его желает, он даже сознательно не хочет это делать, как-то на механический. То есть на внешнем уровне хочет пожелать, а внутри не хочет. То есть можно так это воспринять, тогда это все можно сломать и разрушить. А вы вот по собственной оценке, по собственным ощущениям, вы добрый человек? Я, ну, считаю, да. Или так считают мои друзья, ну, я не знаю. Но мне приятно делать. А как вы, вот, друзья у вас, вы выбираете друзей, или так складывается, что вот ваши друзья это тоже добрые все люди или нет? Или это необязательно? Что для вас главное в человеке, с которым вы общаетесь? Я имею в виду не по работе, потому что по работе приходится общаться с разными людьми. А вот с кем вы общаетесь в быту, что для вас определяющим является? Это сразу чувствуется. Во-первых, с моими друзьями мы дружим много лет, и это чувство братства. Эти люди должны любить ту же музыку, то же кино и те же продукты, что и вы? Общие интересы есть, это всегда хорошо. Но здесь дело другое, то что друг это тот, который, как тебе, если плохо, ты можешь позвонить в любой момент, да, он приедет, там, поможет, поддержит, не знаю, поднимет настроение. У нас как-то все так, мы друг другу звоним, там, не знаю, слушай, там, Никитос, блин, ну, сам, потом тебе расскажу, не по телефону, подъезжай, давай посмотрим кинцо. Ну, конечно, братан, все сейчас, кидаю все дела, еду, поднимаем друг другу настроение, ну, как-то душевно просто вот это все. Ну, вы с кем поддержите отношения, допустим, со школьной парой? Вот как раз со школой и почти все остались. С шестого класса я перешел в другую школу, что на Арбате, 1234 называется. Какая школа? Номер 1, 2, 3, 4, 1234. Ага. И почти все мои близкие друзья с этой школой до сих пор мои близкие друзья. А в Америке не обзавелись друзьями? Есть, и каждый раз, когда я навещаю в Нью-Йорк, мы встречаемся, собираемся. А это какая-то интернациональная, да, такая школа была, или что это за заведение вообще, где вы учились? Это обычная школа, простая, но с углублением на английский язык. Ну, вы же, по-моему, и киномастерство тоже постигали в Америке, или нет? Или я ошибаюсь? Ну, Нью-Йоркская кинокадемия. Ну, да. Ну, это как университет. Ага. После школы я... Ну, там вы с кем-нибудь сошлись? Да, у меня было очень много друзей, но именно иностранных, иностранные все ребята, они потом разъехались по разным городам. Ага. Но те, кто остался жить в Нью-Йорке, каждый раз, когда я приезжаю, я, конечно, встречаюсь. Угу. А что-нибудь, вот, допустим, вы так и будете снимать клипы, вам не хочется снять полный метр? Потому что тот же Михалков, Никита Сергеевич, который был упомянут, он свой лучший фильм снял достаточно молодые годы. Ну, с моей точки зрения, вот свой среди чужих снял достаточно молодые годы. Вам про полный метр вообще не задумываетесь? Ну, в глубине души, конечно, задумывался, и хочется, ну, выплеснуть какую-то вот свою идею. Но это такой кропотливый процесс, что нужно подготавливать очень много лет. Угу. Я не знаю, у кого-то с 70 лет. Угу. Не знаю, я, а, я занимался паркуром в Нью-Йорке. У нас была площадка, там помимо, ну, трейсеров, кто прыгает, лазит. А, ну, ребята просто занимаются воркаутом, то есть там турники, всякие такие штуки. Ага. И пришел дедушка, в общем, такой медленно, ему где-то, мы узнали, 74 года было. Прямо еле-еле дошел к этим турникам, кладет там все свои штучки трясущимися руками, хватается за турник и просто делает выход силы. Вот так, раз-пять подряд. Мы такие, пффф. Потом идет на брусья, встает на брусья, на руки и делает, ну, есть такое упражнение, когда ты прям встаешь на руки и делаешь ковырок через плечи по брусьям вот так вот. Угу. Мы просто все паркурщики, трейсеры, прирайнеры, все встали, смотрят меня сюда. Говорят, откуда просто этот человек пришел. Да, ездили в 70-х. Вот поэтому у него, я думаю, старость еще пока не наступила в свои 70. Это четыре года. Мы финишируем, как всегда, когда с музыкантами, кодой. Кода у нас выглядит следующим образом. Аутро. Есть фишки четырех цветов. Вы вытаскиваете наугад одну из фишек и выбираете такого же цвета карточку с вопросом. Вопросы самые разные здесь есть. Если вам вопрос покажется некомфортно, можете на него не отвечать. Я всем сразу объясняю, что вопросы не мои. Что претензии должны быть адресованы авторам. Только друг. Так, у нас голубую. Любую голубую карточку. Вопрос на подумать. Пробовали ли вы мясо животного, которое неприятно... Не принято. А, не принято есть. Какого? Не принято. Ну, не принято, смотря какого. У нас, например, не принято есть морскую свинку. В Перу едят морских свиней. Вы были в Перу? Но я не пробовал. А вы были в Перу? Да. В качестве... В качестве съездить к своему соседу по комнате, по Нью-Йоркской киноте. А, вот, кстати, да, к вопросу, да, бывших. Так. Сучи никак. Голубя. Голубей у нас нельзя есть? Я не знаю. Но если нельзя, то... Законодательно, по-моему, неограничено можно. Во Франции я попробовал, ну, прям в ресторане блюда голубя. Да. То есть они не только лягушек и улиток, они... Мне не понравилось. Они и голубей тоже. Но я попробовал брать то, что попробую. Угу. Кролика. Так, второе, всего три будет. Угу. Красное, да. Красное, мне кажется, самое жесткое. Да, это вам не просто так кажется. Так что выбирайте, смотрите. Откровенный вопрос, да? Я прям чувствую. Нет, ну, можете не отвечать. Вы когда-нибудь копались в вещах своего партнера без его ведома? А, конечно, копался, да? Мне кажется, все копались. Да, не факт. Конечно, копался. Да, третье. Финальное. Ну, белое, это свободный вопрос. То есть любое. Да, это... Красное, я понял, что уже не надо брать. Ну, давайте желтую. А так вот же белое, в смысле, вот это? А белое, на белое просто написано свободный вопрос, то есть его как бы нет. Поэтому давайте желтую любую вытащить, и тогда у вас будет полный ассортимент. Неловкий вопрос. Ну, нормально, нет, это же не откровенный. А, умирали ли вы домашние животные, ваши домашние животные по вашей вине? Нет. Потому что? Потому что я хороший хозяин, возможно, и хороший отец буду. Ну, да. Вы обратите внимание, Никита, что про отца я, в общем-то, тоже не упоминал, но не спрашивал ничего. Нет, я еще не собираюсь, но просто почему-то я чувствую, что буду хорошим. Я, естественно, в последнее время уже мечтаю... Ну, один раз мне приснилась дочка, и я прямо аж со слезой так под ее обнимал и просто наступил. Здорово, в таком молодом возрасте это здорово. Я считаю, что на самом деле непомянутый ваш партнер, кто бы он ни был, кто бы она ни была, она будет счастливая женщина Преснякова. Так, значит, концерт еще раз в феврале когда и где у нас будет? 15 февраля, клуб Би-2, либо 16 тонн, группа Малтиверс, Никита, Никитос, попою, поиграю на гитаре, сделаем рок. Спасибо, Никита Владимирович, спасибо вам.